ребят всем здравствуйте решила я новый 2022 год начать именно первое свое видео выпустить это положительное и хорошее сегодня я буду вам представлять результат некоторых орхидей которые болели болели по различным причинам чуть позже также буду вам их рассказывать и в основе знаете но может быть неправильно будет сказано до что моя в том вина но процент какой-то именно в том что я не досмотрела я не доследила я во время не смогла им помочь конечно в этом же есть я не отрицаю какие-то человеческие факторы они могут быть и если у орхидеи случается такое что она болеет конечно мы этому но никак не можем поспособствовать да это же самое когда человек начинает там болеть простывается там что-то еще конечно в этом мы не виноваты это просто лишь напросто падает наш иммунитет и мы начинаем цеплять все болячки здесь тоже самое орхидеи сейчас вам хочу показать результаты тех орхидеи все были по-разному пересажены кто-то раньше кто-то позже но них есть очень хорошие результаты те орхидеи которые я вам еще пока не показываю значит показывать там особо таки и нечего ну что ж давайте приступим к просмотру моих хороших и положительных результатов на такое видео ребят меня сподвигнула именно это орхидеи сегодня я подошла к окну и удивилась прям удивилась потому что я но не так часто если честно к ним подхожу вообще к реанимационным орхидеям но и когда допустим где-то 1 в 3 в 4 дня но через три-четыре дня я к ним подхожу конечно необходимо очень внимательно и наблюдать за такими орхидеями но в то же время часто беспокоить эти орхидеи которые болеют лучше всего не стоит потом позже также окошко я вам покажу свое и вообще расскажу как именно я за ними приглядываю как единственное что я определяю на том окне это полив самое главное что нам необходимо именно сейчас в общем вот это орхидея быстро и кратко расскажу ее историю для тех кто не знаю для тех кто новички на моем канале сегодня именно хочу вам показать вот так это видео вы можете найти также на моем канале вот такая она изначально была сейчас видео включу вы будете смотреть и так вкратце немножко расскажу изначально она пришла ко мне с гнилой вот такой лучшие видите я ее чистила я ее замазывала все вроде бы было нормально и потом со временем она орхидея начала терять свой тургор сразу же показывают смотрите вот на видео какая орхидея до была тургор у нее был потерян она вообще ко мне изначально шла на продажу все это вы можете услышать и узнать и посмотреть вообще в целом что было с орхидея именно на видео шею чистила и от видимо шеи уже дальше пошла корневая гниль и поэтому орхидея начала терять тургор ей конечно становилось плохо пересаживала я ее ровно тогда когда вот листья у нее начали падать я почему-то именно вот с такими больными орхидеями вот такое практикую да я жду когда они начнут именно терять тургор тогда это для меня звоночек тому что ее нужно пересаживать потому что лишний раз я орхидеи не стараюсь трогать вот она какая была и вот она какая стала за полтора месяца у нее тургор все весь прекрасный она тургор вообще полностью себе восстановил красотка также она нарасть наращивает начинать наращивая новый листик хотя в этом видео было всего лишь три листочка и самое главное что я люблю наверное что любят и многие ценители это посмотрите рост новых корешочков все орхидея пошла в рост и все у нее будет хорошо также хочу обратить внимание именно вот на сам тургор он является очень плотным упругим но вот эти морщинки которые сейчас есть возможно они так и останутся а возможно на их уже потом со временем до конца восстановит и такие морщины они конечно образуются когда у орхидеи происходит сильное ну так скажем обезвоживание когда она начинает терять плотность у листа здесь листик он в принципе все полностью восстановлен все хорошо ничего страшного внутри грунта какая у нас здесь ситуация есть местами вот корешочек подгнившие вот подпорчены все более здесь ничего не нахожу так как корни мы изначально видим что они у меня не воздушные и поэтому я орхидею содержу вот так и стараюсь ее содержать во влажной среде чтобы грунт у нее всегда был увлажненный почему а все лишь ребят потому что внутри ее грунта находится вот такой природный биологический фунгицид в котором содержится триходерма харциану ребят наличь такой препарат есть приобретайте я вам его советую я его впервые и единственный раз испробовала испытала на этой орхидеи и мне если честно понравилось не считая тех двух-трех кореш очков которые подпортились но она и понятно какие это может быть именно на момент пересадки корни они начинали портится и они продолжили портится но что самое главное да это биологический препарат чем он мне понравился не начала развиваться не внутри именно внутри корневая гниль это самое хорошее самое лучшее и для того чтобы харциану начала прорастать и вообще быть именно внутри грунта размножаться работать действовать необходимо чтобы она жила чтобы вообще грунт непосредственно был и находился во влажной среде если у вас будут засухи если вы будете именно ну не знаю там вообще крайне редко поливать то именно харцианом она работать там не станет поэтому я орхидею и держала во влажной среде грунт у нее был увлажнен и увлажнял от видите ну так поддончик так называемый до чтобы побольше здесь было вокруг орхидеи испарения чем больше испарение влаги тем быстрее орхидеи начинают наращивать корни если бы изначально здесь были воздушные корни либо какая-то была откровенная корневая гниль которая продолжала свой рост на момент пересадки так орхидею содержать ни в коем случае нельзя было бы здесь спокойная корневая без какой-либо гнили и поэтому я и решила что данную таблеточку глиоклидин я сюда положу и буду содержать влажной среде воду я всегда наливаю именно в уровень кокосового волокна все вот так вот воду наливаю и вот так она мне стоит здесь орхидей q я содержу и сейчас ребят как только я замечаю что вообще изначально скажу о том что именно срок действия вообще работы самой харциан полтора месяца у меня в принципе это срок прошел полтора месяца прошло и теперь ну я так уже предполагаю что именно данная таблетка здесь перестала наверное работать можно еще даже знаете полмесяца подождать и уже потом прям необходимо мне будет давать орхидеи какие-то различные стимулирующие препараты вообще любые стимулирующие препараты нужно и давать чтобы у нее после болезни были силы для восстановления если я ей ничего не даю соответственно ей будет тяжело как-то восстанавливаться удобрениями я на данный момент ни в коем случае не пользуюсь далее ребят моя орхидей к ну это билип красивый такой полосатенький билип по моей вине да вот если честно прям показываю вот это видео и в нем вы можете про орхидеи посмотреть я и и но знаете не было времени не было желанию прям честно скажу бывает такое да когда вот ты видишь что орхидея болеет и вот у тебя как бы ты реально нет желания пересаживать и вот я считаю да если такие случаи происходят лучше всего не трогать орхидеи вот таком состоянии она была у нее случилась полная корневая гниль и за счет вот этих вот корешочков которые находились на поверхности за счет этого сейчас орхидея начинает расти сразу же вам показываю что у орхидеи наращивается новый листик и ребят буквально вот буквально недавно а прошло уже два месяца с момента пересадки я орхидеи замечаю рост вот и делают новых корней чем прям все теперь моя душа спокойно и я буду что всего орхидеи хорошо честно вот сама загубила нужно было еще ранее и и оттуда доставать вот именно отсюда из этого грунта плохого и уже помогать чем-то орхидеи кино именно лечение именно пересадка и какие-то фунгициды давайте посмотрим на состояние ее корневой системы корневая система здесь 50 50 50 это воздушно 50 это которую уже видела грунт есть местами вот подпорченная корень вот подпорчены также вот внутри можем видеть но и все в принципе как бы я смотрела до за этими корешочками я наблюдала за всей ситуации и сейчас то же самое как я содержу орхидею я вот так вот ставлю ее на поддон и воду именно в уровень кокосового волокна ей наливаю проливаю стараюсь пролить именно верхний слой маха все водичку вот там оставляю и вы видите да что снизу грунту орхидеи увлажнен а сверху он сухой но ничего страшного в этом нет и ребят вот так вот именно содержать орхидеи в поддоне больные нужно крайне аккуратно вам необходимо убедиться именно в том что существует ли внутри грунта корневая гниль так я стала поливать орхидеи но именно содержать в воде ровно тогда когда я перестала замечать что корни портят как изначально они начали портится я так орхидею не содержал я просто лишь проливала вот здесь вот извиняюсь мой ноготь сломаны надо чинить переделывать и и здесь поливала просто вот проливала мох сам водичка стекала все больше орхидеи к не трогала я ее не замачивала только потом я вижу все корневая гниль она предотвращена то есть она больше не расползается на эти корни не распространяется и теперь я ее до вот содержу вот так вот здесь водичку оставляем и орхидей к у меня растет на видео можно посмотреть видите сколько какая часть корневой системы пострадала сгнила ну наверное где-то половину именно вот эти вот корешочки вот эти корни до 50 процентов я сняла 50 процентов я оставила и за два месяца дай бог все было у нее хорошо и лечение от ребят какое было так ради фарм я и дала уже позже а изначально из раза в раз и каждый раз на протяжении двух месяцев я давала орхидеи именно привык у ребят очень хороший отличный препарат вы знаете постоянные зрители о том что я им пользуюсь я вообще прям полюбил его безумно мало того что это инновационный фунгицид также в нем присутствует наращивание корневой системы в наличии есть обращайтесь почта россии также могу отправлять и вот два месяца из полива в полив постоянно постоянная орхидей сюда давала привыкор теперь я вижу что корневая гниль остановлена корешочки новые наросли это именно признак теперь того что все орхидеев у меня восстановилась теперь мне необходимо также и давать стимулирующие препараты именно чтобы дать сил чтобы она моментально сейчас и быстро пошла в рост удобрения также я и не даю и фунгицид прекращаю давать потому что все остановлено только лишь для быстрого восстановления даю стимуляторы роста следующая на очереди этого данные орхидея также пришла ко мне на продажу у нее случилось корневая гниль ну и соответственно пришлось мне ее оставить в чем здесь моя вина в том что изначально мне не хотелось ей помочь чист честно правда говорю руки прям до нее не доходили то времени нет то вот смотрю надо 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 но потом думали на уж сколько можно хватит мучить орхидею про эту орхидею вы можете посмотреть в данном видео очень много гневных комментариев и говорили о том что вот почему вам никуда не деться от реанимационных вы чё их не умеете лечить и и все что-то в этом роде ребят поймите одно что я орхидеи продаю и вот такие именно казусы они у меня случаются но от этого никуда прям не деться что же случилось с орхидеи за уже практически два месяца с момента ее пересадки в общем листик нарастила тургор восстанавливается но еще пока не совсем они совсем потому что у нее корневая система ну так скажем еще не до конца хорошо восстанавливается и продолжаю прям ребят продолжая давайте ей в полив именно привыкор потому что роста такового нету и если орхидея вот так вот себя видео до два месяца и мало что здесь нового нарастает это меня сподвинула именно думать о том что у нее присутствует какая-то грибковость единственный вот корешочки есть ползет кое-кадо по чайной ложке прям вообще очень мало также вот ну не новый корешочек а вот он продолжает свой рост вот этот вот корень все больше ничего такового я здесь у нее хорошего прям чтобы здесь наросло я не вижу всю посадочку все что вообще с ней случилось вы можете посмотреть в том видео сейчас к ней не применяю стимуляцию никакую удобрения тоже также не даю больным орхидеям болеющим реанимационным на восстановление ни в коем случае ребят я вам не советую давать удобрения я стараюсь придерживаться именно такому принципу если орхидея болеет корневая гниль там шеи что-то еще и лечим как только она прошла момент именно лечение восстанавливаем как только прошла восстановление там уже орхидейку радуем и балуем какими-то различными вкусняшками то есть удобрениями все дальше продолжаю за ней наблюдать дальше продолжаю ее лечить но посмотрим в итоге какой будет результат но именно тот результат что орхидейка наращивает листик и какие-то корешочки все равно у нее продолжают рост и вот эти корни которые есть они не гниют это ребят тоже хороший результат и хочу сказать почему долгое время результат это никакого не было потом чуть позже пойдем на мои реанимационное окно и я вам обязательно про нее про эту орхидейку расскажу ребят данная орхидея очень красиво я ее оставила себе потому что это вот такой берлип который будет и будет будущем обязательно растите стиль опять же про нее вы можете посмотреть вот в этом видео и ситуация но подробнее да если вам интересно что с ней изначально было все здесь можете посмотреть вот этот листик он у нее отцов и этот лист отцов осталось только лишь вот этих 3 все было хорошо все было нормально и за время отпуска мне орхидейку ну-то скажем загноили за ней ухаживала маяс в кровь и неправильно орхидея поливала для чего случилось полная корневая гниль и вот эти корни которые здесь сейчас есть и вам позже их покажу это полностью воздушные корешочки но изначально хочу а кстати она же у меня была именно с цветоносами на момент пересадки эти цветоносы я их оставила все дома но где-то конечно теплилась надежда в плане того что она вот такая вот больная сможет все равно быстренько восстановиться и процвести а нет ребят все равно я замечала что тургор плохеет то есть листья начинают еще больше морщиница зачем мне это надо я от цветоносов избавляясь полностью потому что именно цветоносы забирают все необходимые жизненные силы орхидеи при восстановлении если вдруг у вас начинает орхидея болеть она при этом цветет но там конечно смотрите так что корневая гниль если есть тургор теряется цветение нужно убирать однозначно все убрала цветение орхидея начала вообще выглядеть абсолютно по-другому у нее и силы появились и смотрите что хочу обратить ваше внимание на тургор вообще прекрасно даже вот эти вот опоры я их сейчас уберу пересадка было 13 ноября сегодня у нас 4 января насколько полтора месяца до будем считать что прошло и в принципе все хорошо нормально также этот тургор он у нее восстановился опору я могу убрать этот листик прекрасно себя чувствует нового листа но рост какого-то нового листика я его не замечаю и также что хочу сказать по поводу корневой системы корни были изначально все воздушные абсолютно все какие-то даже местами при пересадке у меня треснули сломались вот он он один из этих корешочков нормально я фундазолом присыпала все хорошо и сейчас у меня полив у орхидеи я осуществляю до сих пор ребят именно проливом ни в коем случае нельзя воздушные корни погружать воздушные корни необходимо приучать к воде постепенно потому что они же изначально росли в воздухе и с водой они не имели дело вообще никогда с грунтом вообще никогда не имели дело и если вы вдруг начнете замочить вы моментально потеряете корневую систему они не приучены эти корни впитывать влагу в себя поэтому необходимо постепенно постепенно приучать воздушные корни к воде вот сейчас за полтора месяца я вижу что вот именно методом проливом все хорошо у меня в горшке ну так скажем нет никакого гнилостного процесса нет вообще от слова вообще его здесь нет и это очень хорошо и сейчас я стараюсь теперь уже также орхидеечку ставлю в поддон и буквально знаете ну вот где-то столько даже в половину кокосового волокна кстати волокну есть наличие обращайтесь архиаты из наличие все мне есть наличь смотрите в социальных сетях ищите меня и там спрашивайте что у меня есть в половину кокосового волокна наливая ей водички и орхидея все здесь стоит и вот так вот постепенно постепенно в себя воду вбирает но если бы ребят я видела что корневая система у меня не было я ее уже за полтора месяца приучила к воде если бы такого не было соответственно ни в коем случае в воду в поддоне оставлять нельзя если вы этого боитесь делать и вы вообще мало понимаете что-то в поливе да тем более вот такая система орхидея болеет плюс воздушные корни лучше всего лишь проливайте увидели что грунт просох я определяю только лишь по мху мог просыхает он у меня находится в середине уровня посадки как только вижу все начинаю сразу же его проливать и стараюсь пролить именно мох а это мог ее родной который я всегда также люблю и привыкла сюда добавлять все вот такой вот небольшой сказ про эту орхидею дай бог восстанавливается дай бог чувствует себя хорошо продолжаю также кстати ребят продолжаю также лечить именно привык корм потому что за полтора месяца роста нет ну никакого скажем до листиков нету кореш очков новых нету поэтому лечу это опять же для меня именно звоночек тут что орхидея при хороших условиях стоит на реанимационном теплом окне при хорошем освещении но не не дает роста все лечу лечу ровно до тех пор пока не увижу какой-то рост либо корни либо листы и в заключение ребят хочу вам показать вот такую мою любимую орхидею сорта века фантастик также я вам ее уже показывал вместе с вами на моем канале мы ее лечили сейчас чуть позже вам под подробнее а вот именно в этом видео вы можете про нее посмотреть и ситуацию орхидеи ровно такая что после солнечного ожога был у нее прям сильно солнечный ожог примерно где-то такой листик был и чуть ли не весь этот лист он сгорел все орхидеи упал иммунитет и к ней прицепилась грибковость вот в таком вот видим все это я сняла и вот так же всю ситуацию полностью можете посмотреть это видео чтоб не занимать ваше время прошло менее месяца пересадка было 12 декабря давайте посмотрим или запечатлением результат прям хочу вам показать и хочу с вами поделиться посмотрите идет рост нового листа вообще насколько я знаю да и говорят девочки пишут где-то в группах о том что именно сорт лека фантастика является но капризным сортом может быть да вот потому что именно 2 орхидеи surf song и лека фантастика вместе обожглись сурфу хоть бы что а лека фантастика все начинает сразу вот заболела прям сразу да и также изначально было необходимо мне орхидейку пораньше отсюда вообще доставать вернее из той старой посадки быстрее что-то предпринимать но дотянуло честно прям дотянуло ну ладно я думаю что орхидеи на меня не в обеде но конечно мало еще времени то скажем прошло но корешочков еще пока новых и я не вижу что листик растет это плюс и давайте заглянем внутри именно грунта также основа корневой системы была именно воздушной и сейчас вот буквально перед видео перед записью и орхидейку обильно прям чабельника хорошо ее пролила видно что корнем дай бог все нормально ничего нигде не гниет не портится не плесвенеет и орхидею я сейчас вот это все что скапала здесь какая вода есть в поддоне я ее сливаю обязательно в каждый раз в полив также даю ей прививку потому что также нет роста нового корня листик ладно пусть дай бог растет но тем не менее меня интересует именно корневая система если я вижу что с корневой системой все хорошо да нет никаких гнилостных процессов значит из орхидеи все хорошо но конечно листы это тоже вот если что-то вдруг она заболела в первую очередь листики покажет о том что ей плохо они начинают морщиниться не начинает желтеть как бы листах тоже необходимо учитывать я всегда перестаю давать какие-то фунгициды ровно тогда когда я вижу рост новых корней пока поливая поливая поливаем вот такая хорошая но на данный момент ситуации до своей легко фантастик дай бог не гибнет дай бог ничего не желтеет ожидаю только лишь новые корни она моим реанимационной единственное окно это самое теплое потому что здесь получается балкон застекленный и поэтому это окно самое теплое подсветка как вы видите обычный светодиодный светильник я его расположила сейчас вместе с вами в мире на расстоянии как 43 сантиметра и многие также спрашивают расстояние и знаете вот там конкретно сказать именно по растению нельзя потому что одни являются низкими так где мне вот малюсички там у меня вообще маленькие кто-то является высоким большим и так далее я просто решила для себя что я светильник повешен на таком расстоянии 45 сантиметров чем ниже будет светить тем лучше да будет освещением будет света и реанимационным орхидеям это необходимо а именно здоровая но другие орхидеи которые два других окна у меня но где по прохладнее у них там именно подсветка висит на уровне 60 сантиметров обязательно и необходимо на момент реанимации лечение восстановления обеспечить орхидеям свет вот ребят если вы не хотите не знаю как-то заморачиваться со светом что-то там еще думать придумывать лучше все вообще орхидеями не заниматься вот прям честно вам говорю зачем мучить растения да если вы не хотите создать для них условия понятно что вы будете лечить там что-то с ними еще делать но именно условия необходимы для их наилучшего восстановления поэтому подсветка 14 16 часов температура чтобы на подоконнике ни в коем случае не падала до плюс 15 градусов если ниже то для них для орхидеи это будет новым но не так уж конечно и приятно не будут подмерзать они будут дольше восстанавливаться как случилось у меня вот с этой орхидеи именно вот с этой которой я вам сейчас видео уже показывала она изначально вот прям стояла у меня вот там где стоит вот бутылочка где стоит вот эта орхидея стоит сколько она у меня простояла месяц наверное да я вот так вот лишний раз к ну подхожу не то что вот я беру кручу берчу но я просто вот так вот вижу да что орхидея как-то не восстанавливается и думаю что вот тебе не хватает а потом стала заходить вообще в комнату к сыну его чувствуется знаете какая-то морозность какой-то вот именно такой свежий воздух и понять ничего не могу я вот лишний раз вот я просто подхожу к окнам я орхидеи не стараюсь каждый раз брать крутить вертеть что-то еще и вот так же хочу вас предупредить о том что когда у вас орхидеи болеют восстанавливаться реанимируются лишний раз так вот брать что-то каждый день конечно такую процедуру необходимо делать на чтоб каждый день из раза в разу что-то крутить вертеть смотреть лучше всего не стоит и когда она болеет когда она восстанавливается лучше не трогать и я их только трогаю на момент полива допустим я знаю да ситуацию цвет орхидеи я вижу что внутри грунта у нее нет вообще абсолютно никаких корней я просто напросто вижу что сверху грунт подсох и я их опрыскиваю лишний раз руки не беру то же самое если в поле моей видимости есть такие орхидеи что вот тут мне не нужно и вот это допустим до орхидея просто и раз так подняла вижу что грунт у нее либо сухой либо мокрый тогда поливая но я не стараюсь постоянно крутить их вертеть что-то с ними такое вытворять в общем вот это орхидея то и она изначально ушла от темы стояла там и дула вообще так сильно дуло вот в этом где-то примерно месте я говорю что я их не трогаю да и я туда как-то но не не залажу туда что ли а потом руку то туда опускаю и чувствует такой холод прям такое ветрище чуть меня не сдувает вы представляете какие у нас окна вообще это ужас конечно можно материться ругаться и все на свете и орхидея там стояла на просто замерзал вы представляете она больная она реанимационно и стоит на ветру прям на ветру всем пришлось мне самой беру кручивать окно подделывать регулировать но сейчас вроде бы все вот там трогай все спокойно все нормально и орхидеечку как самую больную вот из всех что здесь есть она сама больная я ее поставила конечно поближе к теплу вот сейчас уже до конца расставил вот эти орхидеи которые вам показывал каждый раз когда я беру для видео да какие-то орхидеи именно больные реанимационная я каждый раз у них есть свое место все я орхидею взяла видео записала я ставлю ее на свое место даже когда я окном подкручивала когда очень сильно дуло они стояли все на каждом своем месте и я ну как-то я запоминаю что они где стоят и как они находятся в каком положении вообще не стоят видимо у меня их настолько мало что я про них про всех помню и я каждую поставила но на свое место все как они должны стоять друг за другом кто где как стоит и поэтому ребят я вот и тоже всегда говорю да о том что допустим не досмотрел не доглядела потому что я непривычно их трогать все они у меня стоят они у меня на одном месте когда они стоят на одном месте когда вы их каждый раз к ним подходите что-то и там смотрите крутите вертите для больных растений это плохо и они будут намного дольше у вас останавливается нежели они вот просто стоят и всем за своими орхидеями ухаживаем вот так я их лечу и восстанавливаем кто-то может мне также написать о том что их здесь очень много нет ребят им здесь в принципе хорошо я бы сказала что им здесь нормально то есть не тесно даже посмотрите по листам не в принципе да друг друга они и не касаются я стараюсь ставить их так чтобы они листья друг друга не касались что пространство между горшками у них было такие вот ребят хорошие результаты я для вас записала экскурсию по реанимационному именно по этому окну я для вас записала и что в конце хочу сказать ребят прежде чем вообще изначально заниматься орхидеями необходимо создавать условия для больных орхидеи это прям вообще категорически важно это же то же самое да что мы допустим начинаем болеет и не знаю температура что-то еще мы тоже проживаем в каком-то но плохо отапливаем помбили помещение в холодном помещении где нет где допустим сыра где там большая влажность и солнце вообще нет не знаю живем в каком-то новом извиняюсь бомжатники да где нет условий именно для человека здесь тоже самое прежде чем ожидать и требовать что-то для орхидеи да поскорее ты расти и да поскорее ты там что-то еще и делай создайте для них условия и тогда орхидеи не заставит себя долго ждать как я вам показала дату орхидеи который чуть буквально не замерзла у меня я-то изначально вот я тоже всегда до пересаживаю какие-то процедуры с ними делаю если у них не идет рост я начинаю конечно сразу думать что же с орхидеи не так и на нее смотрю не трогаю лишний раз смотрю просто лишь напросто а там холодно она просто замерзает и еще конечно хочу сказать уже об этом говорила всегда старт стараюсь держаться такому принципу когда необходимое лечение лечим прям лечим пусть даже два месяца три не знаю сколько понадобится орхидеи именно для восстановления как только все пролечилось начался новый рост пошел новый рост новый рост тоже пойдет вне зависимости от фунгицидов препаратов от чего-то еще также еще от хороших условиях пошел рост стимулируем любые стимулирующие препараты кроме конечно очень тяжелых таких как цитокининовая паста такие как корневин я всегда стараюсь орхидеи стимулировать интерна кислотой экофос ради фарм цирком и пин ну и множество других различных препаратов и на момент реанимации на момент болезни ни в коем случае не удобряем нет 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 когда у нас уже все нарастет все корни пошли в рост листья там все полыхают и растут огромными большими не знаю хорошими только тогда если вдруг вы хотите да вы можете орхидейку добрить но я также не стараюсь именно такие орхидеи удобрять я почему-то решила также для себя вот у меня сейчас есть три орхидеи которые выпускают новые цветоносы до этого я им удобрение прям никаких не давал только сейчас начинаю давать удобрения ребят скоро у нас будет рождество я хочу вас попросить лишь об одном чтобы вы сделали так скажем для меня подарочек в виде того чтобы вы делились моими видео в социальных сетях если вы конечно считаете что они имеют мы место были что они какие-то полезные твари информативные я бы хотела попросить именно вас об этом тем будет больше нас тем буду больше этому рада я я думаю что я вас радую своими вот этими ну честно честно говорю хорошими поучительными и мои видео они имеют место быть именно лечение реанимация восстановлением я вам все стараюсь показать максимальным открытым максимально просто и вы также постарайтесь меня порадовать все ребята спасибо большое за просмотр и если есть какие-то вопросы обязательно пишите задавайте в комментариях социальных сетях ссылки на социальные сети есть под видео всем всего самого доброго всем пока